Ролик по литературе Ролик по литературе Ролик по литературе Ролик по литературе или же просто упустили некоторый пласт контента, то без лишних слов направляю вас смотреть замечательный ролик по игре. У меня нет уст, но я должен орать. Да, ссылка внизу, если что. Сегодня же мы с вами поговорим про светлячка, или светляка. В данном случае говорите, как вам удобно. Это научно-фантастический рассказ, при том самый первый рассказ, который Харлен Эллисон продал за 40 долларов. Вообще биографические эпизоды жизни Харлена интересны вот прям жесть. Жизнь у человека была полна событий, самой разной хорошести и плохости. Можно даже сказать, его жизнь сама будто написана им самим, со всей жестокостью, циничностью и феноменальным уровнем рандома, чего, например, стоит конфликтная ситуация с Фрэнком Синатором. Этот эпизод описан в достаточно интересной работе Фрэнка Синатора Простыл, где журналист Гэй Талисса написал очень подробную статью про жизнь певца без какого-либо общения с самим Синатором. Если быть кратким, Харлен тусил с ребятами в баре, где по счастливой случайности находился Фрэнк Синатора. Гарлен Эллисон еще не был знаменит, хоть и успел займить за плечами несколько работ, включая работу одним из сценаристов для фильма «Оскар». А потому Синатор вроде как был без понятия, кто этот тип, однако ни с того ни сего певец решает в абсолютно быдландской. Кривозубой манере докопаться до внешнего вида писателя, в котором не было ничего сверхъестественного. В ходе перепалки со слов находившихся в баре, сенатор узнает, что Харлен написал сценарий для фильма «Оскар». Он сказал, « bon, что вы делаете?» «Ну, я сказал, « Я был пломбер». «Кар И да, фильм сам по себе, со слов критиков, не очень, но это не отменяет того факта, что певец повел себя как самый настоящий быдлам под пивас. Они с Карлоном перекинулись еще несколькими фразами, писатель с компашкой ушел. А Фрэнк Синатра потребовал у владельцев клуба больше не пускать сюда людей без пальто и галстуков. Благо, в тот момент в клубе присутствовал журналист Гейт Алис, а потому происшествие было задокументировано. Это мы, конечно, отвлеклись. Вы, я думаю, не против. Рассказ «Светочок» Карло написал в Нью-Йорке на кухне за пару дней в 1955 году. На тот момент ему был 21 год. Поначалу рассказ никто не хотел покупать. Все издания показывали ему фигу, однако ему свезло благодаря знакомству с Ларри Шоу, редактором журнала «Инфинити». Ларри пригласил бедного, голодавшего Карлона в китайский ресторан и, сидя с трубкой с башкой бульдога во рту, протянул писателю чек на 40 бачей. Карло навсегда запомнил этот жизненный эпизод. В тот момент он посчитал Ларри своим ангелом-хранителем. Вы, конечно, не поверите, но вся эта инфа взята не с Википедии, а находится буквально в замечательном сборнике, который по факту является первым официальным изданием творчества Элисона для русскоговорящей аудитории. До этого Карлона неофициально издала азбука, и у писателя от этого нехило так подгорело, особенно учитывая пожизненную борьбу за авторские права. По такому поводу для русскоговорящего читателя в этом издании даже специально написано вступление и прочие другие заметки. С добрым утром, Россия. Я Никорней Иванович Чуковский. Моя бабушка с материнской стороны родилась где-то в России, но если мне и говорили где именно, я позабыл это давным-давно. Не думаю, что хотел вспоминать, где родилась бабушка Сара больше двух раз в жизни, но сейчас, видимо, третий, и причина тому очевидна. Это первая моя книга, публикуемая в России, собственно, в Латвии, но для российского читателя. И я очень хотел бы произвести хорошее впечатление. В прошлом году некое российское издательство Азбука выпустило книгу моих рассказов под названием «Все звуки страха» при паршивый перевод оригинального названия. Они не заплатили мне, они не осведомились, согласен ли я, они не удосужились спросить, нравится ли мне выбор рассказов или личность переводчика. И свое безобразное поведение они требуют извинить, прячаясь за старой российской практикой, воровать произведения иностранных авторов. Подобных хорсаров отнимаю писателей и без того грошовые гонорары за переиздание и заявляю, что они имеют право публиковать все, изданное на языке оригинала до 1973 года. Может быть, в России это и законно, но весь цивилизованный мир считает, что это аморально, неэтично и достойно презрения. И более того, переводы моих рассказов, как говорили мне российские друзья, воняют хуже протухшей селедки, поэтому я согласился на предложение Поляриса. А чтобы убедить вас не покупать азбуковского бастарда, который не имеет ко мне абсолютно никакого отношения, я написал вступление ко многим рассказам в этом замечательном Полярисовском издании, общим объемом 40 тысяч слов. Если же вы уже выпросили на ветер свои рубли, леи, копейки, латы, литы, тенге, монаты, карбованцы или кроны, я советую вам взять ту книгу, привязать к ней кирпич или булыжник, или бетонный блок из плотины Старый Гэс и запустить ею в окно конторы этих жалких уродов и зазбуки. Я хочу произвести на своих новых российских читателей очень хорошее впечатление. Кстати, пока вы слушали отступление, особо шустрые и ушлые, уже, скорее всего, скупили все эти сборники книг с авито. Их буквально сейчас хрен где найдешь. Больше не издают. А для коллекции книжки уж больно хороши. Эй ты! Да ты! Ты устала толстого, лысого и тупого афериста. Не волнуйся, мы сладенькие, ведь у меня есть решение для тебя. Маленький настольный табу. Все верно. Это маленький настольный табу. Это революция в табуировании. Отличный товарищ в любой ситуации. Он может быть абсолютно везде, в туалете, на кухне или на столе. Он совершенно бесполезный и очень дорогой. Но он стоит своих денег, независимо от того, чем вы занимаетесь. Закажите своего маленького настольного табу за 4 990. Он лучше настоящего табу. Закажите прямо сейчас, и вы получите наклейки с вашим любимым маньяком. Бесплатно. Сейчас я начну пересказ данного произведения, жирно обмазанным аналитикой и прочей дресней. А потому я все-таки посоветую вам, если есть возможность, прочитайте рассказ сами. В это несложно поверить, но чтение займет времени меньше, чем хронометраж данного ролика. Если же вам лень, то ок. Сам рассказ, как и многие рассказы Харлана, да и в принципе, как многие журнальные рассказы того времени, начинается вырванным из контекста. Вечреет. Некий мужчина куда-то придет и подмечает, что он все еще светится бледно-зеленым, мертвецким светом. Я урод, произносит главный герой. Зовут его Селигман. С такой завязки сам рассказ и раскручивается, а читателю дают понять, что планета пережила некую масштабную войну. В живых, кроме главного героя, никого более нет. Точнее, в живых, кроме главного героя, не осталось вообще никого. Даже животные мертвы. Как бы это ни было смешно, но данный сюжетный мув это типичный Харлон Эллисон. У него имеется множество произведений, где человечество либо является причиной собственной гибели, либо же имеет на руках все рычаги и инструменты, способные все людское на ноль поделить. Разница в этих рассказах лишь бывают выводы. В некоторых историях человечество делает выводы, а в некоторых выводы уже делают выжившие. Селикман наблюдает, что все вокруг разрушено в труху. Вдали Нью-Йорк виднеется, от него тоже одни руины остались. Вообще, если описывать состояние Земли, то это просто ржавеющая, скучная мертвая помойка. Сам герой путешествует по миру уже не первый год. Ни одной живой души он так и не встретил. И очевидно, что и не встретит. Полоу рассказа самая разумная, самая мечтательная, или же проще говоря, самая адекватная часть человечества свалила в космос. А оставшиеся земляне взяли, да просто друг друга перебили. Идите, если так нужно. Но назад не оглядывайтесь. И они ушли, оставив Землю безумцем. Покинули клубящуюся паром Венеру. Оставили позади песчаные бури Марса, льды Плутона, вышенные Солнцем Меркурий. На планетах Солнечной системы больше не было людей. Кроме Земли, конечно. А они были слишком заняты бросанием друг друга всякой гадости, чтобы думать о звездах. Те, кто не умел по-другому, остались воевать. Это из них получаются атилы, чингисханы, гитлеры. Это они нажимают кнопки и запускают ракеты. Чтобы те гонялись друг за другом по небесам. Сбивали друг друга на лету, взрывали, выжигали, покрывали воронками, перемалывали, горежили землю. Еще оставались маленькие люди, которым не хватило сил сопротивляться, как не хватило сил взглянуть в ночное небо. Они и погубили Землю. А теперь не осталось никого, ни одного из людей, только Селигман. И он светился. Именно этот отрывок и показывает все отношение Карлана к человечеству. В целом, и это отношение не поменялось даже спустя годам. Мы были даны в нашем оборудовании оборудовании, оборудовании, этики, уменьшение, друзья, ратиосинация, способность думать, работать проблемы логически, мечты, мгновение, вещи, которые делают нам, чтобы идти к сверку, вещи, которые хотят сделать нам лучше. И один куфер с петербургами, которые являются смирительность, греи, и неспособность, и неспособность, и неспособность для того, что ты делаешь, и осторожность. И эти вещи, они как ручки. Вместо того, используя инструменты, чтобы создать ручки, греи и ступидности и бросить их на друг друга. Сам Селикман так бы и гулял дальше по Земле, если бы вдруг неожиданно не наткнулся на почти нетронутый космический корабль. Крейсер. И под крейсером имеется в виду то, что корабль очень большой, я бы даже сказал, огромный. Это очень важный момент, на который я прошу обратить внимание. Ну и короче, именно вокруг этого объекта и строится дальнейший сюжет. Главный герой готовит корабль и себя к отправке в сторону адекватной части человечества, благо координаты имеются. Не желает человек оставаться один и все тут. Тем более, Земля мертва, буквально ловить тут нечего. Хотя, Супер Сус там бы, наверное, как сыр в масле катался. Походу, истории Селикман обнаруживают, что его кожа очень прочная. Он не может порезаться, наступает на осколки без какой-либо боли, а самого тела, руки, пальцы, даже волосы все никак не перестанут светиться мертвым зеленым светом. Эдакий непробиваемый светящийся человечек. Стал он, конечно же, таким не от жизни, хороший, а в ходе опытов. Ученые отобрали пару десятков человек, дабы попытаться сделать из них сверхсолдат, способных ловить лицом пули, ходить через зоны, зараженной радиацией и прочими нехорошими веществами. Поместили всех в кубическое здание без окон и начали процесс. В ходе самостоятельных опытов Селигман обнаружил, что ничего его не бьет. То есть эксперимент удался, но удался ровно в тот момент, когда человечество каким-то чудесным образом раздрочило себя в мясо. Под завалами кубического здания Селигман был единственным живым. Пацан к успеху шел. Получилось, фортануло. Наверное, страшно оказаться бессмертным, но абсолютно одиноким человеком. Конечно, многие мамки на Мизантропе скажут, о, да это же мечта. Ну а будем честны, вы и годы не протянете без общения или какого-либо социального взаимодействия, хотя бы через интернет. Таким макаром вы очень быстро сойдете с ума. Будете потом глушом и в позе горного орла сидеть на камне, рукой чресло разминая, доглядя в пустоту. Само по себе бессмертие, по моему мнению, это кошмарно ужасная судьба. Ловушка, я бы даже сказал, как по мне, если уж и быть бессмертным, то только имея под рукой возможность ее в любой момент прервать. Далее, значительную часть времени примут люди, а примут ли его вообще, а человек ли он в принципе и так далее. Как примут там трансформированного человека? Не отшатнуться ли в инстинктивном страхе с недоверием и отвращением? Или я выдумываю отговорки? Тема самокопания тоже частый гость в произведениях Эллисона, но тут уж виной сама личина автора. Да, Карлан Эллисон был тем еще эпатажным, наглым, хамоватым скандалистом, однако достаточно долго он боролся и тут сделайте удивленное лицо. с комплексом неполноценности. Большую часть своей карьеры он чувствовал некий незакрытый гештальт, некую потребность доказать, что он чего-то стоит. В молодости он и вовсе завидовал некоторым коллегам, которые умудрялись продавать свои произведения, мало того, что за большие деньги, так еще и часто. И хоть у многих творческих людей потребность доказательства чего-то кому-то улетучивается после пары успехов, то у Харлана эта нужда наоборот усиливалась. Вследствие этого вполне очевидно, что сам Харлан был не прочим делить данные потребности персонажей своих произведений. К слову, забавный факт. Наверное, некоторые из вас уже обратили внимание, но на английском рассказ называется не Firefly, а Gloowworm, что, конечно, тоже имеет в виду светлячка, но дословно можно прочитать как светящийся червь. Селигман потратил много времени на изучение корабля, строения, как что и куда, на поиск недостающих деталей из других, но разбитых дрыз кораблей. И тут не примите за критику, но все это время бедолага продолжал тонуть в своих собственных мыслях и сомнениях. Оно неудивительно, чел один на планете остался, поговорить не с кем, так хотя бы внутренними монологами перебиться можно. Все еще лучше, чем в позе горного орла на камне сидеть. Однако важно не это, а то, что герой водняру реально берет и пытается справиться с космическим кораблем, крейсером, с этой огромной махиной. Серьезно? Верим? Нет, конечно, в научной фантастике, если быть точнее, в хорошей научной фантастике, нет нужды верить. Автор сам должен с помощью грамотного лора убедить и показать, что так-то, так-то, все логично, нос не воротим. Если же читатель вынужден брать что-то на веру, то это признаки того, что автор ебанько кривоперля. И тут я понимаю, что это все фантастика, выдумки, но думаю, мы с вами можем поверить, что за несколько лет страданий, изучение специальной литературы и копаний на разрушенных складах, наш герой все-таки с горем пополам, но смог привести корабль в состояние, недостаточное для полета в космос. Хотя, с другой стороны, мы еще не знаем, а взлетит ли корабль вообще. Может, он сейчас нахимичит, там не будет у него. Идет мужик по ржавой пустыне, видит корабль, стоит, сел в него и взорвался. Корабля нет, а мужчина без попы. Теперь Селегману лишь осталось собрать нужный провиант для полета. Да, много еды осталось среди руин, которая вполне пригодна в пищу. По его подсчетам, чтобы собрать достаточно провианта для полета, ему понадобится год. И он занялся этим делом. Однако, в какой-то момент подметил, что уже давно не ел. Не ел вчера? Нет. Не ел он уже недели две. И хоть бы что. Тут-то его ошарашило фактом, что ему, оказывается, есть-то не надо. Всему виной некие опыты с аэропными бактериями и дрожжевыми грибами, которые над добровольцами в кубики и ставили. Короче, главный герой это светящийся бессмертный орк. Ииии, честно скажу, я что-то когда читал рассказ и до момента с едой еще не доходил, я изначально думал, что он бессмертный настолько, что ему есть не надо. Мало того, я очень удивился, что он умудрился на этой ржавой помойке находить провиант. Да, на земле остались сугубо агрессивные дебичи, но зато консервы делали что надо. Тут бедолага окончательно понял две вещи. Во-первых, он уже не человек, а реально какой-то мутант, выродок. А во-вторых, и это самое страшное. Полет отсрочивать уже смысла нет, можно лететь хоть сейчас. Это жуткий момент рассказа, так как Селигман в лютом страхе перед полетом. Если корабль взлетит, то назад уже дороги не будет. Все. Не сказал бы, что я импад дофига, но потенциальный полет в никуда, даже будучи бессмертным человеком, меня бы заставил нехило так просраться. Финальной частью рассказа является этап взлета. И это... И это просто прекрасно. Селигман осмотрел все вокруг, а вокруг сплошная свалка из руин. Мусор, ржавчина и пластик. Осмотрел все это и запомнил, чтоб потом людям рассказать, до чего бедную землю их менее разумные братья довели. Прощальный взгляд вокруг. Особой сентиментальностью Селигман не отличался, но надо же быть готовым к тому, что кто-нибудь где-нибудь спросит, а как она выглядела под конец. Зря он все-таки это сделал. До сих пор Селигман ни разу по-настоящему не смотрел на свой стерильный мир за все два года, пока готовился его оставить. Жизнь в мусорной куче входит в привычку. Довольно скоро перестаешь замечать окружающее. Потом он сел в корабль, защелкнул ремни, приготовился, нажал кнопку пуск и корабль взлетел. Однако тут неожиданно что-то движок начал не так звучать, за окном так и вовсе стало видно, что обшивка слетает с корабля, а когда были преодолены последние небесные слои, через дыры в корабле высосало весь воздух и у Селигмана потемнело в глазах. Анака на этом рассказ не заканчивается. Корабль летел дальше. Летел, летел и потом движок у корабля заглох. Тут-то Селигман и проснулся. И будто по сигналу веки Селигмана шевельнулись, задрожали, он открыл глаза. Шея его сдавлена, живот намертво перетянут ремнем. Кровь по всем законам давно должна была закипеть и сгустками забить горло. Утрачено последнее сходство с теми, кого он искал. Если до сих пор он был урод, то кто он теперь? Чудовище? Он проснулся и такой, да ёп твою налево, я ещё и в космосе без воздуха жить могу, но драть меня якорем вгузно. Тут он уже опять хотел начать рефлексировать, что его не примут люди, но резко себя отёрнул и подумал, ну и хрен с ними, что они там подумают. Я в рот их наоборот. Снова включил движок и двинулся по координатам в сторону разумной части человечества. На лице его была мрачная улыбка а-ля рядовой куча. Один. До сих пор он не знал, что это такое. Он ещё убедится, что он один. Один среди людей. Во веки веков. И на этом рассказ заканчивается, дамы и господа. А теперь давайте обмозговывать и усваивать. В первую очередь, хочу сказать, это, конечно, клёвая тема с журналом с небольшими фантастическими рассказами. В нынешние времена такую тему, конечно, не реализуешь, ибо а где, а куда? И, конечно, кто-нибудь скажет, ну вот такие журналы есть и так далее, но проблема в том, что это уже не популярно. Журналы никто толком не читает. Хоть бери и выпускай ролики с чтением сборника таких рассказов от молодых писателей нашего времени. Вообще, весь этот писательский движ тех самых времён имеет какую-то приятную текучую эстетику. Это мы сейчас с вами вскорблены всеми видами ужасов, сай-фая, аниме, фэнтези, игры. Нас уже с вами ничем не удивишь. А тогда такого насыщения ещё не было, и каждая история, каждая идея, даже не то, чтобы была в новинку, от этого всё ещё не устали. Это я ещё молчу про тамошние кинчики сериала, надо будет вас с этим тоже обязательно ознакомить. А что до рассказа «Светлячок», то, несмотря на то, что он был написан ещё в начале творческого пути Харлона Эллисона, он уже обладал несколькими уникальными свойствами, он как минимум интересен. Ну, не знаю насчёт вас, но мне действительно было интересно, чем же всё закончилось. А ещё у рассказа есть смыслы, которые каждый сам для себя найдёт. Если читать отзывы у того или иного произведения, то каждый читатель находит что-то для себя своё. Это нормально. Хотя эти все училки литературы с вопросами «А что я имел в виду автор?» Бредит. Мы не знаем, что я имел в виду автор. Если автор напрямую не говорит о своём посыле, если посыл, конечно, есть, то выводы ложатся сугубо на плечи читателя, зрителя и так далее. А потому, конечно же, я буду пояснять выводы про Светлячка с своей точки зрения. Конечно, хочется поумничать, не построить из себя жесть какого утончённого критика-аналитика, который в течение часа будет пояснять, что это глубокая история про синие занавески. Но я по натуре не таков, а потому буду говорить всё как и есть. Если смотреть на поверхности, то это просто история про Чилла, которая не желает оставаться на земле. Земля, к слову, уже не земля, просто ржавая мёртвая помойка. Если же копать глубже, то это весьма антивоенная история. Человечество не пришло в компромисс и угандошило себя. Счастливый конец! В рассказе даже не поясняется, в чём была причина войны и кто воевал. Да, временное писание Светляка — это времена холодной войны, но Карлан обошёлся без подобных пошлостей и дал возможность читателю самому представить, что и как. Если вам нравятся мысли, что это США и Россия чутка поздорили, то ок. Если вы желаете представить, что Польша и Монголия стали гига-странами и в битве за Тайвань устроили самосиры штаны, то тоже ок. Произведение не уточнило, а потом и фантазию вашу никто не ограничивает. И хоть эти смыслы я тут и увидел, на меня они никак не работают. Возможно, я уже просто сухарь черствый. Однако, как мне кажется, эта история больше про одиночество. Если совсем ванильно говорить, то чужой, отличающийся от других человек, через сетернии проходил, лишь бы убежать от одиночества, но при этом боялся, что его не примут. Типичная для многих история. А если говорить не ванильно, а грачично, то эта история про ментальный самодрочь человека, который остался сам собой наедине с дальнейшими попытками из этого самодроча выйти в люди. Сульмен ещё не увиделся, зато успел сделать все выводы и предположения о чужом отношении к нему. Надумался всякого говна, уже заранее на всех обиделся и полетел чёткому доказывать. Дурак, конечно, но его можно понять, так как длительное и нежелаемое одиночество и не такое с человеком сделать. А вообще, скорее всего, Харлан ничего из этого не имел в виду, как я уже говорил, после выхода произведения живут уже вне авторской юрисдикции, а потом мы имеем полное право видеть в них те смыслы, какие пожелаем и вообще автора забыть спросили. Однако, это именно, что анализ произведения в идеале анализ интеллектуальный, а так мы с вами больше практик и реалисты. Запомните, если вы хотите понять про что на самом деле произведение, то попробуйте всю его суть уместить в одном предложении. Эдакая гимнастика для мозгов. Вот, например, ментально больной дурачок страдает по тяночке-писечке. Учёные наблюдают за тем, как кривозубые крестьяне становятся всё более кривозубыми крестьянами и ничего с этим не делают. Мужчина изобрёл эликсир, который начал превращать его в кровожадное быдло и умер. Эгоистичный скуф перебил кучу людей, потому что автор кретин не такусик. Забавно, да? Таким макаром вся суть произведения Светлячок за авторством Харлана Элисона такова. Одинокий, но бессмертный светящийся человек гриб сваливает со сраной земли, дабы на людей посмотреть и себя показать. Короче говоря, Харлан Элисон гений. Харлана Элисон Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин